...херизонталь и четное число точек. Мы с вами уже обсуждали, как это легко получить. Ну, скажем, вот здесь вот три точки, здесь три. Значит, чтобы эти консервы были, чтобы точки были центрально-святично расположены, но для простоты, они просто все на одной прямой, да? И опять, для простоты вот так возьмем две точки. Ребята, нумерация будет такая. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот представьте себе, что прямая почти горизонталь. В таком случае они действительно у меня так правильные идут. Согласны? И это будет восьмая. Давайте посмотрим, как в таком случае выглядят эти наши перестанувки. Заметьте, точек восемь. Вначале они расположены по принципу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим, что будет происходить, когда прямая будет поворачиваться просто в часовой стенке. Что будет происходить? Два. Два, один. Вы абсолютно правы. Два, один. А с этой стороны что будет? Восемь, семь. А с этой стороны восемь, семь. А все остальные что? Остались на местах. Дальше. Это у вас вот до что? Один, три и восемь, семь поменяются. Поменяется единица с тройкой. И что еще поменяется? Восемь, шестеркой. Восемь, шестеркой. Совершенно верно. А все остальные останутся. Так. А потом дойдем до четвертой. Что произойдет? Единица поменяется с чем? С четвертой. А восьмерка с пятеркой. Так. А до вертикали, когда дойдем, что произойдет? Один поменяется с восемь. А все остальные остались. Два, три, четыре, восемь, один, пять, шесть, семь. Вот я дошел до вертикали. А теперь, что дальше идет? Поменялись кто? Восемь, два. Восемь с четвертой. Единица с пятеркой. Ребята, мне кажется, что это вполне понятная последовательность. А потом меняем? Три и восемь. Два, восемь, три. Что там дальше? Так, восемь и три. И меняется один из шесть, да? Так, шесть, один, семь. А потом меняем восьмерку с двойкой. Получается восемь, два, три, четыре. А тут, соответственно, меняется восьмерку с двойкой. Единица с семеркой. Шесть, семь, один. И в последний момент, когда происходит горизонтальный переход, то у нас замечательная вещь, что вся эта прямая, два, три, четыре, пять, шесть, семь, меняется. И получается восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. В книжке есть не очень сложная, но мне кажется, достаточно, что называется, улучшительная картинка. Берем на равных расстояниях напрямую четыре точки. На равных расстояниях, вот эти четыре отрезка одинаковые, после этого берем на равных расстояниях здесь две точки. Теперь в привычном нам с вами видео номер один, два, три, четыре, пять, и вы уже принимаете шесть. господа, сейчас я прошу вас, во-первых, посмотреть, какие здесь вообще бывают направления, сколько вы что-то. Вот это направление давайте называть горизонтальным. Вот если чуть-чуть провести вот так и прямые, то наши точки на перпендикулярном экранчике будут выглядеть именно в таком порядке. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Согласны? Вот, замечательно. Так вот, кроме горизонтальных, какие еще здесь есть направления? Давайте я их нарисую, скажем, вот такое. Вы все понимаете, что есть такое? Есть такое. Еще какое есть? Такое. Это уже сколько направлений я нарисовал? Три. Правда. Три, и у меня были еще два. Это уже, это уже пять. Скажите, пожалуйста, еще есть какие-нибудь направления? Шесть, пять. А? Шесть, пять. Шесть, пять. Совершенно верно. Как по очереди мы будем встречать эти направления, если начнем с почти горизонтального модера? Смотрите, вот это было почти горизонтально. Вы понимаете, что мы сначала встретим это? Или нет? Это будет направление А. Хорошо. Пошли, 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 пошли. По-моему, мы встретим вот это, которое – В. После этого будет Г. После этого будет Д. И после этого будет шесть. Отлично. Отлично. Так вот, что будет происходить с тем, как эти точки видны, когда мы по очереди будем проходить через все эти направления? Итак, поехали. Когда мы проходим через А. Какие точки поменяются? Пять, шесть. Поменяются пять, шесть. И другие не поменяются. Согласны? Останется точка А. Останется то же самое. Шесть, пять. Давайте я буду подчеркивать тех, которые участвуют в операции. Замечательно. Дальше. Делаем операцию В. Переход через вот такое направление. Какие пары поменяются? Два А. Динь. Четыре шесть. Два А. Видите, да? Четыре шесть – это украина. Потому что здесь у нас парилаграфчик, у него вот эти вот такие равны. Поэтому на самом деле вот эта вот прямая, она параллельно той. Меняются два А. Я их подчеркнул. И меняются еще кто? Четыре шесть. Замечательно. Три и пять остались на месте. Хорошо. Проходим через прямую В. Какие точки меняются? Один и шесть. Один и шесть. Отлично. Так, нет, я надо вам там подчеркнуть. Вверху я их здесь подчеркну. Меняются сейчас. Еще раз. Кто? Один и шесть. Неправда. Меняются не один и шесть. Меняются один, три и шесть. Вот они становятся в другом порядке. То есть здесь он будет шесть. Нет, в этом смысле три осталось на месте. Это правда. Но вот все-таки по-настоящему поменялись местами вот эти три штуки. Хорошо. Четыре, пять. Теперь давайте дальше. Проходим через Г. Меняются один, четыре и меняются два, шесть. Один, четыре и два, шесть. Получаю шесть, два, три, четыре, один, пять. Отлично. Осталось чуть-чуть. Есть направление Д. Это вот такое направление. Один, пять. Один, пять меняете. Больше ничего. Один и пять меняются. Получаем шесть, два, три, четыре, пять, один. И, наконец, через это проходим и одновременно меняются два, три, четыре, пять. То есть вот они здесь написаны. И их надо переписать в обратный порядок. Получится шесть, пять, четыре, три, два, один. Идея понятна? Спасибо. Спасибо.